Ваша честь, защита ходатайствует об отводе судьи Савёлова. Какие у вас мотивы? 19 мая отец моего подзащитного Михаил Семенин зашел в кабинет к суде Савёлову за тем, чтобы предоставить ему положительные характеристики с места учебы моего подзащитного. В кабинете судья Савёлов заявил Семенину, ваш сын будет сидеть. Таким образом, он выразил свое предвзятое отношение к моему подзащитному еще до завершения судебных разбирательств. В связи с тем, что по мнению защиты судья не может вынести объективный приговор, я заявляю отвод. Подсудимые, вы придерживаетесь такого же мнения? Я? 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 Я... Я целиком и полностью поддерживаю своего адвоката. Понятно. Для вынесения определения по заявленному отводу суд удаляется в совещательную комнату. Что вы делаете? Я ничего не понимаю. Ведь Савёлов прекрасно знает, что не было никакого разговора у него в кабинете. Все дело в том, что я предлагал ему эти деньги, вот и все. Я не могу официально признать, что вы пытались дать ему взятку. Савёлов честный и порядочный человек. Если он сам себе признается в том, что он не может быть объективным, он согласится на отвод. А если нет? Да он же возненавидит нас! Пошли вы своими шарами. Я вам что, рыжий? Вообще, по выходным вам пахать не нанимался. Извините, а может быть у вас работает какой-нибудь Рыжов или Рыжков? Угу. Или Рыжиков. А есть Рыжиков? Нет! Рыжиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заседание продолжается. Суд рассмотрел ходатайство защиты об отводе судьи. Учитывая, что отсутствуют достаточные основания для удовлетворения ходатайства, суд определил ходатайство защиты оставить без удовлетворения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настырные! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы от Анжелы? Да, это я. Спасибо, что вы нашли время прийти. Спасибо. Моё время очень дорого стоит. Да, мои друзья звонили вам. Да, да, да. Я в курсе. Всё дело в вашем сыне. И чем моя скромная персона может вам помочь? Мне сказали, что вы единственный, кто может решить этот вопрос. А кто судья? Савилов? Да. Я пытался с ним, но... Нет, нет. Он берёт деньги только через адвоката. И никогда через родственника. А кто ваш адвокат? Гущина. Но она сказала, он вообще не берёт. Он у неё не берёт. А у вас, значит... Нет, 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 нет. Я, к сожалению, сильно занят. Я не смогу вам помочь. Простите. Поймите, мальчик просто погибнет на зоне. Он не выдержит этого. Я вас очень прошу. Я смогу вам помочь только в одном случае. Если я буду заниматься этим делом. Официально. Подождите. А как же... Как же Гущина? Гущина уже довела дело до того, что Савилов озлобился на вас. Так что... Вам выбирать. Правда, девочки? Скажите, Елизавета Павловна, а вы когда в квартиру вошли, у вас не было ощущения, что кроме Кульковой там ещё кто-то есть? Да нет. Да никаких у меня вообще там и ощущений-то не было. Испугалась вот я, да. Но до смерти. Думал, Богу душа дам. Жаль. А у меня на вас вся надежда была. Доченька, ну-ка чай какую-то попила бы, а? Спасибо большое. Хороший. Как при советской власти. Я эти его в тот день купила. Когда Лёшенко-то убили. Жалко парня, господи. Я тогда с пенсии столько продуктов купила, два пакета, прям до земли, еле дотащила. А тут из подъезда какой-то парень вылетает, как шабанул меня. Пакеты упали, лопнули, продукты во все стороны. Но я собрала, правда, я всё собрала. А что за парень? Вы его опознать сможете? Длинный такой, с косичкой. Как баба, господи, прости. Как баба? Да. Тебя. Спроси кто, скажи, что я перезвоню. Алло, кто её спрашивает, она перезвонит? Это директор лицея. Мне нечего ему сказать. Алло, вы слушаете, она сейчас не может подойти. Она как раз напряжённо думает над делом. Какие мысли? У меня пока нет никаких мыслей. Мыслей пока нет. Он хочет тебе что-то сказать, у него какие-то новости. Какие? А какие, простите, новости у вас? Я её муж. Можете мне смело всё сказать. Ты уволена? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И ты с этим смиришься? А как же настоящий убийца? Кто его будет искать? Ну точно не я. Мне надо думать, в какую школу сына переводить. Ты думаешь, директор на него озлобится? Как говорит наш циклоп, в трактате о человеке про благородство ничего не сказано. И всё-таки я считаю, что ты не должна бросать это дело. Ну займись этим. Не займусь. Займись. У тебя пока семьи нет, так что ты вполне можешь себе это позволить. Как дела, Рыжий? Мы знакомы. Только не надо отрицать, что ты там был. У меня есть свидетели. Я не отрицаю. Ну да, выбегал. Услой на голову. На электричку опаздывал. Ну и что? Иру Кулькову я тоже, кстати, знаю. В тот вечер, когда Дрожжину заходил, она там сидела, водку глушила. То есть ты хочешь сказать, что она не твоя девушка? Нет, конечно. Она девушка Дрожжина. Ну нравилась, может быть. Я ей звонил пару-тройку раз. Закадыли хотела. Ну вот для меня девушка друга и цветой. Тогда кого она покрывает? А это не ко мне. Извини. Да ничего. Давай сейчас переоденусь. Лучше подвезу. С ветерком. В московских пробках ветерка не бывает. Я лучше на метро. Алло. Ну в общем, у меня полный облом. Рыжий-то он рыжий, только к делу никакого отношения не имели. Когда я слышу эту музыку, я растворяюсь в ней. Эта энергетика подпитывает меня всего. От первой до последней чакры. Александра, а вы часто бываете в консерватории? Да, по пятницам. Серьезно? А я по вторникам. Нет, по вторникам я хожу в музей. А можно в этот вторник я пойду с вами? К сожалению, для того, чтобы мне раствориться в живописи, я должна быть одна. А то раствор будет слабоват. Но я сохраню эти билеты на память о нашем первом свидании. Билеты? Помните, я говорила, что я видела билеты, по которым Кулькова в момент совершения убийства была в кинотеатре? Ну, и что? А то, что я только вчера вечером поняла, что Брагин мне соврал. Брагин это этот рыжий с хвостиком. Я когда с ним встречалась в автосервисе, он сказал, что заезжал к Дрожжину и видел там пьяную Кулькову. Подожди, но мы же уже выяснили, что Кулькова не могла там пить в это время. Ну, только правильно. Только я, идиотка, пропустила это мимо ушей, поверила этому Брагину. А если он врет, то он и есть убийца. Блин, ты хочешь сказать, что Кулькова его прикрывает? Так я о чем? В книге древних шумеров. Девки, караул, машина накрылась. Здрасьте, приехали. Я думала, ты меня до суда подкинь. Ага. С потекшей коробкой. Между прочим, звонила в автосервис. Очередь на два месяца. Ну, успокойся, Катюша. Твои олигархи купят тебе новую машину. Купят, только олигархов не осталось. Сань, помнишь, ты говорила, у тебя слесарь есть какой-то хороший знакомый. Дай-ка телефончик. Я не могу. Он убийца. Ну и что? Главное, чтобы слесарь был хороший. Кать. Но, между прочим, девочке приговора суда еще не было. А до приговора даже убийца считается невиновным. Да. Но при этом он не перестает быть хорошим автослесарем. Шестьдесят тысяч. Отлично. Я решу ваш вопрос на следующей неделе. А когда подпишем договор? Не сегодня. Я очень занят. Сейчас я отъезжаю на несколько дней. А на следующей неделе мы решим все. Анна Ильинична, вот вы человек с большим опытом. Да. А как вы думаете, кто убил? Убийца однозначно секретарша. Надо прижать ее к стенке. Ну как? Она же не сознается. Я тебе принесу Семенона. В одном из вароманов молодой убийца не выдерживает психологического натиска комиссара Мегре и приходит с повинной. Или это Агата Кристи и убийца не выдерживает психологического натиска Эркюля Поро. А как создать это психологическое давление? Почитаешь. Кстати, Сашенька, солнышко мое, услуга за услугу. Там неподалеку от твоего дома есть магазин подарков. Я там видела такие цветные шарфики. Купи мне такой, пожалуйста. Я тебе денежки тут же отдам. Хорошо. Может быть, упакуем? Да, будьте добра. Молодой человек, вы решили, сколько брать будете? Восемь или десять? Десять. А нет, пятнадцать возьмем. А зачем вам пятнадцать одинаковых коробок? На подарки сотрудникам. Пять лет моей фирмы отмечать будем. Юбилей ведь как-никак. Девушка, а шарфик? Люба, мне нужна ваша помощь. Это очень серьезно. Вы же считаете меня убийцей. А вы помогите мне, вас, возможно, перестанут подозревать, да? А у меня нет времени на внеслужебные разговоры. У меня есть время. На внеслужебные разговоры. Томилина, ты говоришь всего лишь один несложный вопрос. Да, один несложный. И даже не про твою личную жизнь. Откуда в кабинете Томилина появилась эта чугунная пепельница, которой его убили? Эту пепельницу ему подарили год назад. Выпускники двухтысячного года. Так, бывшие студенты. Они могли такую же пепельницу подарить еще кому-нибудь из сотрудников университета? Ну, вообще-то они несколько таких пепельниц подарили. Эта чугунная пепельница, авторская работа какого-то художника из Архангельска. Таких в мире всего пару десятков. А кому подарили остальные? Ректору подарили, потом Ленькова-Зандыкана и Артюмову-Имовчану преподавателю. Так, у вашего университета два корпуса. В одном сидите вы, а другой в центре, так? Правильно. А Томилин сидит в том же корпусе, что и Леньков. Да? А ректор? Центрально. А Рутюнов-Имовчан? Центрально. Да. Михаил Львович, ну я больше не могу, а? Он опять с Подбельском на уроке подрался. Хорошо, вы идите, я разберусь. Ну, сил уже нету. Я же сказал, разберусь, вы идите. Спасибо. Ну, что, Антон, мы с тобой делать будем, а? Меня выгонят? Мама сказала, мы больше не друзья. Знаешь, мы были с тобой друзьями. Друзьями и останемся. А знаешь, почему? Почему? Потому что друзей не предают. А маме своей скажи. Впрочем, ты ничего не говори. Конфета будешь? Да. Пошли. Вы видите эту стопку? Это докладные записки Томилина о недочетах Ленькова. А видите эту? Это докладные записки Ленькова о просчетах Томилина. Ого. Понимаете, мне необходимо было иметь объективную информацию о делах на факультете. Леньков мне жаловался на Томилина. Томилин мне стучал на Ленькова. Таким образом, я был в курсе всех проблем. Даже тех, которые обычно скрывают от ректора. Прямо иезуитская система. Иезуиты были великими администраторами. А я их прилежный ученик. А Леньков давно работает в университете? Десять лет. Он, можно сказать, отдал жизнь факультету. А Томилин? Томилин у нас работает... работал недавно. Года два. Но вместо декана вы отдали более молодому Томилину. А не Ленькову, который жизнь отдал. Что вы хотите сказать? Что у Ленькова был повод ненавидеть Томилина? Вы думаете, что это Леньков? Бред! Конечно, Ленькову все это было неприятно. Но он всегда думал об интересах факультета. Ага. И писал рапорты на своего начальника. И это он делал в интересах факультета. Значит, на первый план у тебя выходит Леньков. Неожиданно. У Ленькова есть мотив для убийства Томилина. Нацеллочка. Ты оцени, какая у нас умница, Саша. Это же железная версия. Ну, вспомни Моцарта и Сальери. Сальери... Леньков. Ненавидит гения Моцарта. Томилина. Привет. А что это у вас тут? Заседание генштаба? Чего это вы без света? А, темнота, друг молодежи. Девочки, танцуйте. А что такое? Танцуйте, говорю еще раз. Я вам такое на хвосте принесла. Ну, что у тебя? Не за просто так чаю дадите? Сань, давай. Так кто у тебя перехватил дело Семенина Юрьев? Да. Так вот, я сегодня встречалась с одним старым приятелем из МВД. И он мне поведал очень занятную историю про этого господина. Так. Какое-то время назад они им плотненько занимались, потому что на господина Юрьева была заведена очень интересная оперативная информация. Ну? Ну, он шакал. То есть? Господин Юрьев уверяет своих клиентов, что у него существуют неформальные отношения с некоторыми судьями. Берет у клиентов деньги и обещает передать судье. И как вы думаете, где оседают деньги? В кармане Юрьева. Браво. Значит, если дело выиграно, то к Юрьеву никаких претензий. А если проиграно, то он просто возвращает деньги. Браво. Ну и что? Не шакал он после этого? Привет. Хороший мотоцикл. Немой. Так что вы хотели? Ну, не твой, так не твой. Поговорить надо. Пойдем в кафе. Ты понимаешь, что ее посадят? Прокуратура предъявит ей обвинение в умышленном убийстве. А ведь она не убивала. Это ведь ты его убил. Она просто малолетняя дурочка, которая в тебя влюбилась. У вас все? Слушай, Брагин, а зачем ты его убил? Быть может, мы найдем смягчающие обстоятельства? Я все равно докажу, что это ты убийца. А если ты не признаешься, то тебе впаяют по полной программе. Как же это вы докажете? По роговицам глаз дрожжено. Ты знаешь, что в них, как на фотографии, отпечатывается тот, кого последним видел убитый? Это дорогостоящая экспертиза, но я все равно ее добьюсь. Я тебе обещаю. И вот тут я должен был испугаться. Я бы на твоем месте так и сделала. Ну, слава богу, вы на своем месте. А я в эти сказки не верю. И научной фантастикой я не увлекаюсь. Брагин, по-хорошему признайся. По-хорошему я, может быть, и признался. Да не в чем. Не убивал я дрожжу. Не убивал я дрожжу. Динд widespread. Субтитры сделал DimaTorzok ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это ты? Зачем тебе это надо? Я вам его все равно не отдам, дура! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Почему в умышленном убийстве? Я же просто оборонялась. Я бы это обороной не назвал. Для меня картина ясная. Все экспертизы проведены, так что прокуратура передает в суд ходатайство об изменении меры пресечения с подписки на заключение вас под стражу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У меня сейчас будет пить совет, так что у вас есть одна секунда. И вообще я вас не вызывал. Послушайте меня внимательно. Ваш Юрьев мошенник. Это абсолютно достоверная информация. Если вы не хотите работать со мной, ради бога, не работайте. Но только не Юрьев. Вы погубите вашего сына. Тише. А вот теперь послушайте вы меня. Я 15 лет в образовательном бизнесе и умею отличить мошенника от порядочного человека, а в вас, говорит, зависть. Он просил деньги для Савелова. А вот это уже не ваше дело. Ваши секунды истекла. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И что тебя так удивляет? Ну, отец же сказал, что у меня теперь другой адвокат. Формально пока я твой адвокат. Садись. Степан, я очень прошу тебя, пожалуйста, вспомни все, что происходило в кабинете Ленькова, когда ты туда пришел. Я же уже вам рассказывал, о чем мы говорили. Хорошо. Там была пепельница. Такая же, которую убили Томилина. Кажется, да. Ты? Ты дотрагивался до нее? Хотя бы пальцем дотрагивался? Я не помню. А он курил при тебе? Во время вашего разговора он курил? Кажется, да. Я вспомнил. Не знаю. Почему он у тебя взъелся, Томирин? Попробуй с ним поговорить. Степан, а дай, пожалуйста, пепельница. Он на подоконнике сушится. А вам куда ее поставить? Да, поставьте. Молодец. Прекрасно. Кажется, я все поняла. Что вы поняли? Все просто отлично. Но есть одна проблема. Я больше не твой адвокат. Твой отец доверился адвокату Юрьеву, мошеннику. Тот ему обещал договориться с судьей, но ни о чем он договариваться не будет. Он просто вытащит из твоего отца деньги. И все. Если защищать тебя буду я, я тебе гарантирую оправдательный приговор. Но решать вам с отцом. Кать, дай мне диск с базы данных ГИБДД. Ну что, Брагина расколоть удалось? Да нет. Я уж и мои страшилки разные рассказывала, и про экспертизу по глазам покойного гнала. Думала, он испугается. Не испугался? Ну что, сядет твоя Кулькова. И надолго сядет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 16 марта этого года обвиняемая Кулькова пришла в гости к дрожжину Алексею Алексеевичу. Трудно сказать, что привело ее в дом к мужчине, который был на десять лет старше ее. Может быть, она просто хотела выпить, что на ее языке называется «на халяву». Но так или иначе, под нехитрую закуску дрожжины Кулькова выпили две бутылки водки. Что подтверждается заключением судмедэкспертиз, установивших наличие алкоголя в соответствующей концентрации как в крови убитого, так и в крови подсудимой. После этого между ними произошел конфликт. Кулькова схватила кухонный нож, которым перед этим резала колбасу, и восемь раз ударила им дрожжина. Что вы его слушаете? Дрожжин пытался меня изнасиловать. Или не пытался. Ирина, сядьте. Действительно, на теле подсудимой обнаружены две гематомы. Однако, согласно выводам тросологической экспертизы, данные повреждения могли быть причинены подсудимой самой себе. Кроме того, на краях разрывов на блузке подсудимой обнаружены следы крови, которая, согласно выводам судебно-биологической экспертизы, совпадает по групповой принадлежности с группой крови убитого Дрожжина. Следовательно, подсудимая уже после убийства в целях инсценировки нападения руками, испачканными в крови Дрожжина, сама же и сделала эти разрывы. Кровь там была везде. Поэтому неудивительно, что она могла попасть на разорванную блузку моей подзащитной. Надо учесть, что спущенные штаны на Дрожжине имеют также следы крови, как на штанине, так и на ширинке, что тоже является фактом, который доказывает инсценировку. Это неправда! Спокойнее, обвиняемая, спокойнее. У вас еще будет возможность высказаться. Продолжайте. Спасибо, Ваша честь. Итак, восстанавливая события, мы можем утверждать следующее. После первого нанесенного удара уже обливающийся кровью Дрожжин попытался бежать. Но Кулькова догнала его и нанесла ему еще семь ножевых ранений, три из которых оказались смертельными. Таким образом, Кулькова Ирина Александровна обвиняется в умышленном убийстве. Я говорила, все очень серьезно. Спасибо. Подсудимая, встаньте. Хотите ли вы сказать что-нибудь по сути обвинения? Дрожжин пытался меня изнасиловать. Я защищалась. Я понял. Садитесь, подсудимая. Переходим к допросу свидетелей. Я без Лешеньки, как без рук осталась. Господи, еще здесь только этой соседки не хватало. Да это Кулькова. Она же в школу-то даже не ходила. Все по гулянкам. Чтобы Дрожжин пытался кого-то изнасиловать? Вы что, смеетесь? Исключено. Так вот эта оторва на своем мотоцикле чуть моего Рекса не задавила. Бандитка. Держи свою собаку подальше от моего мотоцикла. Да вы посмотрите на нее. Да на ней даже пробы ставить некуда. Старый извращенец. Тебе самому клеймо ставить надо. Ну и что, ты довольна? Или ты еще надеешься, что тебя оправдает? Он не придет, ему не надо. Это же ты убийца, а не он. Ваша честь, я прошу вызвать свидетеля Воронцову. Ее показания помогут установить настоящего убийцу. А гражданка Кулькова, по-вашему, не настоящая? Для дачи показаний вызывается свидетель Воронцова Елена Павловна. Кому принадлежит мотоцикл иностранного производства госномер 6574СР? Мне. Это мой мотоцикл. Вы сейчас приехали на нем? Нет. Я не езжу на мотоцикле. Я подарила его своему жениху. Две недели назад мы подали заявление в ЗАГС. Назовите, пожалуйста, суду фамилию вашего жениха. Брагин. Валерий Брагин. Как Брагин? Какой Брагин? Вы врете? Вы врете? Вы врете? Вы врете? Я бы попросил защиту прояснить, какое отношение к делу имеет упомянутый господин Брагин. Ваша честь. Для того, чтобы прояснить ситуацию, я прошу повторно допросить мою подзащитную. Подсудимая Кулькова. Объясните суду, в чем дело. Я никого не убивала. Это… Брагин. Валера, у тебя руки золотые. Ты же любой мост сможешь с закрытыми глазами разобрать и собрать, а? У тебя от клиентов отбоя нет. Ну зачем тебе ее бабки? Да я за всю жизнь столько капусты не нарублю, сколько она за день проматывает. Она миллионерша натуральная. Да она тебе бабушке годится. Нахрена тебе ее миллионы? Достал, говорю. Я тебя за мужика держал. Уважал. А ты с этой старой клячей? Это чтобы она тебя гулять водила на поводке, да? А когда себя плохо вести, будешь позади сохлистать? Достал, сказал! Мне нравится. Правда, глазки колет. А ты как с этой старой шлюхой связался, сам шлюхой стал. Где шлюха? А ну, повтори! Продажная шлюха в штанах! Отсюда! Ну что случилось? Да ничего, все нормально. Ир, мне надо с тобой поговорить. Ришка, родная, мы с него штаны снимем, а ты ментов вызовешь. Скажешь, что пытался изнасиловать тебя, а ты защищалась. Если меня посадят. Да кто ж тебя посадят? Ты девчонка еще. Он мужик взрослый, тебя домой затащил, водкой напоил. Максимум условно дадут. Ты что, хочешь, мне червонец паяли, да? Вот что, значит, твоя любовь стоит. После суда, после суда мы поженимся. Честное слово, ты не думай, у меня не было никого кроме тебя. Я только делал, видишь, что у меня кто-то есть на стороне. Цену себе набивал, хотел, чтобы поревновал от меня. Я же только тебя люблю, ты же знаешь. Ты правда на мне женишься? Дуреха, конечно, женюсь. Куда же без тебя? Я же как думала, если я его спасу, он мне по гроб жизни обязан будет. Как говорится, мой навеки. Я же его любила. Скажите, подсудимая, а при каких обстоятельствах вы познакомились с Брагиным? У меня сломался мотоцикл, а он его починил. Ваша честь, защита ходатайствует о допросе господина Брагина. Ну что ж, ходатайство защиты удовлетворено. Суд принимает решение о необходимости допросить свидетеля Брагина. Дальнейшее слушание переносится на первое число следующего месяца. Все не так плохо. Ее подруга подтверждает, что в день убийства они были в кино. Сохранились билеты. А самое главное, что Ира наконец стала говорить правду. Вы действительно думаете, что их поверят? Я думаю, что у Брагина не выдержат нервы. А если он не явится в суд и пустится в бега, Ира наверняка оправдает. А если все-таки он явится в суд? Тогда не знаю. А где адвокат? Наш адвокат немного задерживается. Извините, пожалуйста. Буквально пару минут. Я жду еще ровно одну минуту. И после этого откладываю судебное заседание. Хорошо. Сейчас, сейчас. Ничего, ничего. Пока. Скоро вернусь. Время истекло. Я вас прошу, пожалуйста, еще одну минуту. Ну, пожалуйста. Так, ну все, хватит. Извините. Вот видите. Свидетель, вам известно о том, что пепельница Томилина была повреждена? Да. Три месяца назад меня вызвал к себе Томилин. И попросил отнести пепельницу в ремонт. Он ее уронил, и у нее отвалился хвост. И вы ее починили? Да. Из мастерской пепельница вернулась уже с хвостом. Я прошу вас еще раз объяснить суду, почему вас не было на рабочем месте, в приемной, в тот день, когда произошло убийство Томилина. Я вышла из кабинета Томилина, вся в слезах, зашла к Ленькову. И сказала, что в кабинете скандал. И он меня отпустил приводить себя в порядок. Еще раз, Леньков просил вас выйти из приемной? Да. Ваша честь, защита ходатайствует о допросе ранее не заявленного свидетеля Хворова. Явка свидетеля обеспечена. Значит, вы сказали, что работаете в мастерской металлоремонта на Фрунзенской набережной? Да. Скажите, вам знакома эта пепельница? Кажется, да. Нам ее девушка приносила. У нее там хвост отвалился. И что вы делали с хвостом? Приварил. Скажите, там ведь должен остаться шов после сварки, так? Да, но я применял такой припой лом на 1452. И он приобретает цвет металла. Но я свой шов всегда узнаю. А вы могли бы найти этот шов? Да, конечно. Странно. Нет шва. Но ведь этого не может быть, если это та самая пепельница. Да не, ну должен быть шов. А это значит, что убийство совершено не пепельницей Томилина. Убийство совершено пепельницей, которая находилась в кабинете Ленькова. Я протестую. Это безосновательное утверждение. Я объясню. Леньков ненавидел Томилина. Тот перешел ему дорогу по карьерной лестнице. В тот роковой день Леньков сидел у себя в кабинете и слышал, как в соседнем кабинете. Семенин ругался с Томилиным. У Ленькова созревает план. Мгновенный и гениальный. В кавычках, разумеется. Леньков протирает свою пепельницу, чтобы на ней не осталось отпечатков его пальцев. Затем Леньков, дождавшись, когда Семенин выйдет от Томилина, приглашает его к себе в кабинет. Степан, подайте, пожалуйста, пепельницу. Он на подоконнике сушится. Да, поставьте. Все. Семенин оставил свои отпечатки. Он выходит из кабинета. В приемной секретарши нет. Леньков берет свою пепельницу через платок, чтобы не оставить отпечатки пальцев. Идет в кабинет к Томилину, пробивает ему голову той самой пепельницей, которую он взял из своего кабинета. Оставляет свою пепельницу в кабинете рядом с телом Томилина. А пепельницу Томилина точно такую же уносит в свой кабинет. И ждет, пока секретарь Люба обнаружит труп. Есть все основания утверждать, что пепельница Томилина до сих пор находится в кабинете Ленькова. Я прошу суд немедленно провести осмотр в кабинете Ленькова и изъять оттуда пепельницу Томилина. Защита ходатайствует о выезде суда на место преступления. Скажите, господин Брагин, вы причастны к убийству Дрожжина? Конечно, нет. Скажите, свидетель, но в интимных отношениях с подсудимой вы состояли? Да что вы, Ваша честь, конечно, нет. Она была девушкой Дрожжина. Ваша честь, защита ходатайствует о приобщении к делу справки из женской консультации. Дело в том, что моя подзащитная беременна. У защиты есть основания полагать, что отцом ребенка является отрицающее интимное отношение с моей подзащитной свидетель Брагин. Моя подзащитная согласна на генетическую экспертизу по установлению отцовства и не сомневается, что отцом ребенка является свидетель Брагин, так как с другими партнерами у нее сексуальных отношений не было. Думаю, всем собравшимся понятно, что если господин Брагин дает ложные показания, отрицая связь с гражданкой Кульковой, он может врать и в остальном. Верните его! Так, что это такое? При чем здесь генеалогическое древо Дмитрия Терещенко? Пишите. В ходе осмотра кабинета Ленькова Анатолия Борисовича на столе обнаружена чугунная пепельница черного цвета, выполненная в форме лошади. Ваша честь, разрешите? А, простите, будьте добры, перчатки? Спасибо. А, простите, можно лупу? Спасибо. А вот он и шов. От сварки. Горький. С днем рождения! А с днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Александра! С днем рождения тебя! Санечка, поздравляем тебя с днем рождения. Расти красавицей и умницей. Спасибо. Она и так умница. Шерлок Холмс, ведь это же надо додуматься, чтобы пепельниц там было несколько. Ну, давай, задувай. Давай, Лёха. Так, я открою спокойно. Давай я открою. Нет, ну, хватило. Нателл, Нателл. Только ты свою-то роль в этом деле не преуменьшай. Ой, да я самообычный танк. У меня озарения не бывает практически никогда. Просто я пру по-любому бездорожью. Все. Санечка. И откуда же Степан Семенин знает о твоем рождении? Или теперь твой день рождения объявлен государственным праздником? Оно делает чистосердечное. Да, да. Что у вас? Ну, он меня уже три раза пытался на свидание пригласить. С целью? Выразить признательность. Нет, ну надо же, он даже спасибо мне не сказал. Так, все ясно. Итак, Александра, вы бы спасли от тюрьмы, и теперь, как честная девушка, просто обязана выйти за него в зал. Так, девчонки, давайте, все, пойдем к столу. Давай, к столу. Это, давайте, Сань, бери. Да, да, да. Держи. Понятно, давай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Субтитры подогнал «Симон»